Известный врач и известная цитата. Согласится ли наш герой с мнением классика? Или предложит свой вариант? Доктор, что вы об этом думаете? Ведущая, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам эстетической медицины, глава компании Клавермет Ольга Засеевна. Фраза принадлежит очень известной женщине Маргарет Тэтчер, которая знала толк жизни. И поскольку, я считаю, что из ее уст эта фраза звучит, конечно, убийственно, она говорит, все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены. С ней трудно спорить, но все-таки я поспорю. Может быть, потому что в нашей стране нет джентльменов, и у нас, в общем-то, сильный пол, нам повезло. С гендерами у нас все хорошо. Поэтому могу сказать, как начинается фраза? Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены. Я даже начала не буду говорить. Я, видимо, имею все-таки другое воспитание. Для меня мужчина, это вообще в России мужчина всегда был во главе угла. И только у умной, сильной женщины мужчина еще сильней. И именно она помогает ему делать карьеру. Поэтому я бы сказала, что не все мужчины слабы. Я бы сказала, у каждого сильного мужчины есть достойная сильная половина. Спасибо. Я, честно говоря, с вами абсолютно согласна, потому что мне гораздо больше, наверное, нравится русская пословица, которая говорит о том, что мужчина голова, а жена шея. И, безусловно, за каждым успешным мужчиной стоит умная, успешная женщина, потому что только в синергии можно добиться успехов. А, конечно, если изначально так вот трактовать, что все мужчины слабы, то, конечно, это, наверное... Их только пожалеть надо, у кого все мужчины слабы. Да, да, поэтому, да. Поэтому тут мы тоже не согласны. Мы не согласны с американцами, мы не согласны с англичанами. У нас другая культура. Может быть, этой культурой мы и сильны.